Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели Мы начинаем программу Вторую часть сегодня Вот так получилось Вторую часть программы Абонент доступен И во второй части ее ведут Полина Шилина И Наталья Михайлова Здравствуйте всем Подключайтесь к нам В этой программе есть уникальная возможность С человеком, который у нас находится дистанционно В данном случае по скайпу Общаться и вам тоже, уважаемые радиослушатели Пожалуйста, 672-12-939 И 672-13-939 Это телефоны прямого эфира Мы можем на троих этот разговор вести И сегодня у нас на связи Андрис Тейкманис Посол Латвии в США Сейчас он находится в Вашингтоне Господин Тейкманис Вы нас слышите, здравствуйте Да, добро, у меня утро У вас утро, да У нас уже вечер, да Уже 4 часа Уже пятый час в Латвии Вы вообще часто бываете в Латвии? Ну, хотел бы больше Но пару раз за год получается Да, что вы делаете? Вот что вы посещаете в первую очередь? Чем занимаетесь? А когда в Латвии? Да, когда в Латвию приезжаете? Ну, в этом году, этим летом Мне удалось побывать на празднике песни Это, конечно, было совершенно незабываемое чувство И действительно прекрасный праздник Это, наверное, было самое значимое происшествие во время моего пребывания в Латвии Что вам понравилось на празднике песни больше всего? Я думаю, что Именно то чувство, которое объединяет всех И зрителей, и участников, и танцоров, и певцов Ну, я думаю, что еще, наверное, надо сказать о самой атмосфере Которая была не только в Межипарксе Но как раз атмосфера, которая присутствовала буквально на каждой улице Везде, где можно было видеть в Риге участников Многочисленные концерты, выступления Ну, это действительно было такое прекрасное чувство праздника Ну, это вы приезжали по работе или это был отпуск? Это был отпуск Скажите, вот вы, получается, были во время своего отпуска в Риге Насколько нам всем известно Вы с 1992 года по 1994 занимали должность мэра Риги Как вы оцениваете то, что стало с Ригой в последние годы И работу мэра Риги, в частности, Милу Ушакова? Ну, я, наверное, от каких-то глубоких оценок Сдержусь, поскольку любые оценки в это время Связаны только и единственное с предстоящими выборами Так что я думаю, что может как раз об оценках мэра Конечно, у меня есть свое мнение о том, что сделано О том, что бы я считал, надо сделать иначе Ну, я думаю, что пусть люди делают свой выбор Я вижу и слежу за предвыборными дискуссиями Они, надо признать, очень горячие Так что много времени осталось Уже только месяц Ну, я от каких-то более глубоких оценок все-таки воздержусь Поскольку я дипломат Вы считаете, что таким образом... Особенно за последние годы не столько много бывал в Риге То есть вы не хотите каким-то образом повлиять на чье-то мнение? Я не думаю, что как раз мнение дипломата было... Сегодня было бы уместно мне, как дипломату, участвовать в предвыборной дискуссии То есть дипломат не может себе позволить оценить вид Риги внешний? Пожалуйста, еще раз подскажите Да, дипломат не может себе позволить, в принципе, сказать пару слов о Риге каких-то? Конечно, Рига прекрасная Рига мой любимый город И всегда таким был И Рига меняется И я всегда радуюсь, когда приезжаю в Ригу Это действительно для меня большое удовольствие И всегда как-то Риги мне не хватает Скажите... Живя в других странах Господин Тейкманец, ну вот вы сами начали говорить о парламентских выборах Вот вы все-таки, как мы поняли, следите за подготовкой к парламентским выборам из Латвии Как это выглядит из Вашингтона, учитывая то, что мы всегда, ну когда мы следим за выборами, допустим, президента Америки Видим вот эти дискуссии Все-таки, ну вот масштаб, может быть, я понимаю, не тот Но, тем не менее, политики латвийские, они каким-то образом выросли за это время? Ну, я не думаю, что есть какой-то особенный взгляд из Вашингтона Конечно, как и в других странах Дипломаты, аккредитованные в Риге Следят за предвыборной кампанией И следят за дискуссиями Но, как и все, они ждут результатов И, я думаю, как и все избиратели Мы ждем результата И гадаем, какое будет следующее правительство Так что, ну, я бы не сказал, что есть какой-то особый взгляд из Вашингтона Скажите Я думаю, у американцев есть достаточно много внутриполитических американских тем За которыми усердно следят и пресса И все люди, которые смотрят и традиционные медиа Или же социальные сети Здесь есть много тем, за чем следить У нас у определенной части населения есть Вообще, в принципе, выражение такое фигурирует Как Вашингтонский обком Вам оно известно? Я его слушаю уже достаточно много лет И я думаю, что его употребляют люди Которые не особенно ориентируются в политике И не особенно понимают не только внешнюю политику Но и внутреннюю политику Ну, им это как-то выгодно Сварить чего-то на указания из Вашингтона Чтобы как-то прикрыть, может, московский обком Ну, обычно это те люди, которые Немножко болеет такой советской постностальгией А здесь, я могу сказать Очень тесно работая с властями в Вашингтоне Я могу сказать, что они не только Очень учитывают развитие внутренней политики в Латвии Но мы имеем регулярный, очень открытый диалог Который основывается на действительно взаимном доверии И нам, наверное, достаточно легко вести этот диалог Поскольку по очень многим вопросам у нас совпадают И оценки, и мнения Так что мы действительно очень регулярно и открыто обмениваемся мнениями По вопросам как международной безопасности Или безопасности европейской, безопасности балтийского региона Действительно наше мнение очень совпадает Может, по вопросам торговли Наши мнения не по всем пунктам совпадают И это мы тоже можем обсуждать Так что, если кто-то еще старается вспоминать Всякого рода право сильного Право телефонное, которое все связывают с термином обком То такого обкома я здесь еще не встретил Скажите, вот вы говорили, что к Латвии в США в принципе положительное отношение И в рамках последних событий Смерти сенатора-республиканца Джона Маккейна Как вы думаете, поменяется ли отношение к Латвии И к балтийским странам в целом В администрации президента правительства США? Или все еще будет такая же сильная поддержка наблюдаться? Конечно, сенатор Маккейн был выдающейся личностью Очень сильный политик Со своим сильным мнением И умением, и способностями Защищать свое мнение Конечно, трудно найти кого-то, который может его заменить Но даже смерть Маккейна не поменяет отношения и администрации, и Конгресса В американском парламенте, в американском Конгрессе, в обеих палатах В отношении балтийских стран В общем-то, мнения не различались Не различались и среди демократов, и среди републиканцев Они были довольно едины В своих оценках В оценках безопасности балтийского региона Необходимость усилить герогарантии этой безопасности И такое же мнение присутствует и в администрации И, конечно, это была большая потеря для американской политики Потеря сенатора Маккейна Но я не ожидаю, что эта потеря как-то изменит американскую политику И в администрации, и в Конгрессе В недавнем интервью, Нед Кариги, вы говорили, что не исключаете визита Дональда Трампа в Латвию У нас это много обсуждалось здесь, в Латвии Но известно, что любой визит руководителя такого уровня должен быть наполнен серьезным содержанием Какое содержание вы видите для этого визита? И для чего нужно, чтобы господин Трамп приехал в Латвию? Что это даст жителям Латвии? Ну, пока что я могу сказать, что каких-то конкретных планов отношения такого визита нет Но как дипломат, как посол, конечно, я никогда не могу исключить и желаю такую возможность Ну, так что и в моем интервью, Нед Карига, было выражено больше такое желание визита американского президента Который бы мог посетить Латвию И, бесспорно, дипломаты всегда работают на визит главы государства И своего государства, и государства, где они резидируют Так что я не могу исключить возможность И, конечно, бы желал, чтобы президент Трамп посетил Латвию Это был бы еще один американский президент, который бы посетил Латвию Я думаю, что наш двухсторонний распорядок дня на наших отношениях Он включает в себя и вопросы безопасности Вопросы гарантии, долгосрочных гарантий безопасности Каким образом именно эта безопасность достигается Это вопросы экономического сотрудничества Ну, здесь уже мы работаем как бы на продолжение саммита, который Балтийского саммита, который произошел в апреле Здесь в Вашингтоне Тогда в рамках саммита был и бизнес-форум Сейчас мы работаем, все три посольства работаем на продолжение этого бизнес-форума И уже на следующий бизнес-форум, который планируется в конце ноября Планируем мы его привезти в Бостоне Так что у нас действительно есть очень много таких очень конкретных задач Не только по безопасности, но и по развитию экономических связей Наш экспорт постоянно растет в отношении США И готовимся уже к следующему году Кстати, в следующем году планируется достаточно обширная культурная программа Здесь, в США Для посольства есть много планов и задач Ну вот, опять же говоря о гипотетической возможности визита Дональда Трампа в Латвию Многие латвийские политики, в том числе, не скрывали разочарования Когда все же Трамп победил на выборах Потому что симпатии их были все же на стороне Хиллари Клинтон Ну вот, учитывая этот факт Насколько был бы желанен для них приезд Трампа в Латвию? Насколько этот визит для них символичен? Я думаю, что здесь символику надо искать вообще в факте визита Когда американский президент посещает Латвию Это уже большой символ Так было и при посещении Белла Клинтона Так было и при визите Буша Это всегда большой визит Это всегда большой Такой визит имеет большое политическое значение И такие визиты всегда укрепляют двухсторонние отношения И как бы подтверждают и планы развития отношений на будущее Мы не можем жаловаться, что у нас была в истории наших отношений Что у нас было бы как-то мало визитов американского президента Есть достаточно много стран, которые, может, десятилетиями не имели ни одного визита американского президента Я думаю, что мы имели визиты и президента, и вице-президента довольно регулярно Поэтому сам факт визита подтверждает, как активно и как динамично развиваются отношения между Латвией и Соединенными Штатами То, что было много дискуссий до выборов Эти дискуссии продолжаются и сегодня в Америке После выборов они не закончились Я мог бы сказать, что предвыборная кампания до сих пор продолжается Уже политики здесь, в Америке, смотрят на следующие выборы И, кстати, следующие... Я не знаю, как это на русском называется В середине Часть Конгресса будут переизбраны 6 ноября И, конечно, здесь тоже очень сильно чувствуется присутствие приближающихся выборов И в том числе и очень острые политические дискуссии Для того и есть политики, чтобы они выражали свое мнение Это мнение может отличаться У каждого оно свое И в дискуссиях мы можем надеяться, что может родиться какая-то истина Вот вы говорили о том, что визиты лидеров стран-государства Они как-то укрепляют отношения между государствами Говоря о последнем визите президента в стран Балтии В том числе и Раймонда Вейниса, президента Латвии в США Многие отметили недостаточное знание и умение президента Латвии Разговаривать на английском языке Как вы считаете, политик, лицо государства Вообще имеет право давать речи на языке, которого он не знает в полной мере? Как это выглядит со стороны, как это оценивает американское общество? Я бы хотел сказать, что глядя на визит балтийских президентов С расстояния не несколько тысяч километров, а из расстояния нескольких метров Говорите на английском или на латышском? Впечатление в отношении визита было намного более положительное, чем оно как бы отражалось И в латвийской прессе, латвийских медиа Я думаю, что наш президент сказал все, что он желал сказать И что было необходимо сказать Так что я не чувствовал какие-то трудности общения между президентами И я думаю, это общение было активное и очень доброжелательное Сейчас нам надо сделать небольшую паузу Мы прервемся на новости и рекламу Напомню, что у нас в программе абонент доступен Андрей Стейкманис, посол Латвии в США из Вашингтона И буквально через несколько минут мы продолжим Продолжается программа абонент доступен И с нами на прямой связи по скайпу Андрей Стейкманис, посол Латвии в США Посол с июля 2016 года Господин Тейкманис, слышите нас? Он слышит, да? Продолжая тему визита трех президентов в США Писали не только критику в адрес господина Вейниса О его знании языка Но и также критиковали сам визит Что в годовщину, столетие стран Балтии Именно лидеры стран Балтии поехали в США А не наоборот, лидеры США приехали в страны Балтии Что Вы можете по этому поводу? Как прокомментировать? Я думаю, здесь каждый волен высказывать свое мнение И для многих его мнение единственное правильное Я думаю, что результат это то Почему надо оценивать значение этого визита Конечно, если три балтийских лидера приезжают в Белый дом То вся мировая пресса Внимание всей мировой прессе Более приковано к Белому дому Чем обычно, повседневно Может резиденциям наших президентов Это реальность Так что, конечно, как бы озвучание Столетней годовщины наших стран Более ярко было, конечно, из Белого дома Чем, если бы, может, был бы визит Во всех трех странах Но, конечно, я был бы очень рад Если американский президент решил бы сделать турне по балтийским странам Я такое решение мог бы только приветствовать Второй положительный аспект Я думаю, что многие страны, кстати Ну, я не знаю, может, завидуют Во всяком случае, очень высоко оценивают способность балтийских лидеров Работать вместе Это то, что не так-то легко подается другим странам А нам как раз это очень хорошо удается И это как раз тоже было очень высоко оценено Как один из результатов визита Что как раз три страны вместе Президенты приехали вместе Чтобы озвучить одни и те же Как бы новости или месседж Извиняюсь, опять как-то вот не хватает на русском Но это очень положительный опыт Которым мы действительно можем гордиться И я знаю, что многие коллеги действительно этим восхищаются И спрашивают, как вы так можете Наши страны бы хотели бы Но вот так, как вы, мы не можем Говорят, что господин Трамп путает Литву и Латвию Это правда? Нет, это не правда А часто вообще люди в Америке, в США путают Латвию с Литвой? Знают ли, что они знают о Латвии? Осведомлены они, например, о том, что в этом году Латвия празднует свое столетие? Будут ли какие-то мероприятия, посвященные этому в Америке? Да, такие мероприятия уже есть И будут еще до конца года И еще в следующем году будут мероприятия в Америке Которые связаны с нашим столетием То, что не все люди на земном шаре Одинаково знающие географию Ну, это, не думая, что это конец света Это недостаток каждого, который не знает географию Да, нас путают достаточно И не только в Америке Но и в других странах Я помню, еще Работая послом В других странах Я получал почту, адресованную Литовскому посольству Это не конец света Это ничего такого особенного То же самое в Америке Американцы, они достаточно хорошо знают Америку Лучше знают Америку, чем остальные страны Некоторые американцы путают Балтию с Балканами Ну, я думаю, мы далеко не единственные, которых путают Я думаю, что Словения и Словакия еще в более трудном положении Потому что их путают чаще, чем нас Ну, это мелочи, в общем-то Для, скажем, отношений между странами Это действительно мелочь Мы действительно планируем достаточно много разных мероприятий здесь, в Америке Конечно, и посольство планирует И очень многие наши латышские общества планируют По всей Америке, где они находятся Планируют мероприятия по празднованию столетия Наши почетные консулы планируют мероприятия В ноябре, как раз перед столетием Здесь, в Вашингтоне, будет гостить наш всемирно известный радиохор И будет выступать в большом зале библиотеки конгресса Это очень-очень почетное место, где выступать Это будет последнее выступление хора В рамках турне по Соединенным Штатам Также это будет как раз 16 ноября 17 ноября всемирно известный водопад Ниагара Будет украшен цветами нашего знания Нашими национальными цветами Я думаю, это огромное внимание привлечет И это будет далеко не единственное место Где такие исторические памятные места будут украшены в цветах Латвии Концерты, выступления Ну, очень много действительно мероприятий происходит в течение всего года И будут продолжаться еще и в следующем году Так что столетие, конечно, это такой разник, который действительно Как бы не только позволяет говорить о нашей истории Но и способствует пониманию нашей истории Господин Таекминец, а Ниагара будет украшена цветами латвийского флага А другие страны Балтии тоже с водопадом будут как-то обыгрывать столетия? Или это только латвийское такое науфал? Это наш латвийский флаг Хорошо, если вернуться к вашей прежней деятельности Вот вы работали послом в России, затем в Великобритании И вот теперь в Америке Но эти страны геополитические противники Как вы ощущаете себя на этом посту? И как вам это помогало или мешало в работе? Ну, я думаю, что сегодня международная обстановка достаточно сложная Конечно, Великобритания и Соединенные Штаты Они очень-очень близкие партнеров У них исторически сложились особые отношения Характер особых отношений между этими двумя странами Ну, с Россией дела не развиваются так, как бы многим хотелось Но здесь, я думаю, причину все-таки надо искать в политике России Ни Америка, ни Великобритания не начала события в Грузии Не начала в Украине, в Крыму эти события Которые продолжаются Остановка продолжается в достаточно сложной Восточной Украине И это создает, как бы, отпечаток в отношениях России И с европейскими странами, и с Америкой И это, конечно, мы чувствуем Ну, здесь, я думаю, мяч на стороне России Российский опыт вам как-то помогает? Вот в том, что вы сейчас в Америке делаете? У вас же осталось большое количество и связей И отношений Да, конечно, я думаю, обязательно И знания российской политики И знания людей, кстати, очень помогают Ну, в России, в общем-то, и в МИДе, и в правительстве Скажем, не столько часто меняются люди Те люди, которые были при власти 10 лет назад Они сегодня при власти Так что это, конечно, помогает мне Скажите, господин Тейкменес Вот в интервью в 2007 году Вы сказали, что Россия является одним из Недружественных Латвии государств Поменяли ли вы свое мнение? Или вы также считаете, что Россия все-таки не наш друг? Наверное, надо бы уточнить, что Когда я начал работать в России Как раз перед моим приездом Был приведен опрос о недружественных странах Для России И Латвия как бы была наверху И это было как бы начало моей деятельности Деятельности, как посла в России Ну, я бы хотел сказать, что Такие опросы, ну, они довольно существенно меняются И в России И образ врага для россиян Он меняется Ну, есть некоторые страны, которые Постоянно там находятся И в том числе США США Для россиян Враждебное государство Так считают россияне Достаточно часто По проведенным опросам Балтийскими странами Они могут Как бы Быть повыше Или пониже Украина Также Сейчас уже в последние годы Тоже считаются Враждебным государством Но я думаю, что это более Это не отражает столько Чувства людей Как влияние средств массовой информации На людей Это действительно информационная политика В России Которая очень сильно влияет На мнение людей Если бы того не было То, ну, я бы Думаю, и результаты В отношении враждебных Или невраждебных государств Были иначе Ну вот, будучи главой Представительства Латвии В России Вы, наверное, были Хорошо знакомы С Владимиром Путиным Который как раз В те годы был На втором сроке Своего президентства Изменился ли Путин сегодня? Что вы думаете о нем? Как о президенте? Ну, во-первых Во-первых, я был послом Когда Путин был В первом сроке Своего президентства И когда я уехал Из России Тогда президентом Был Медведев Ну, вы бы меня лестили Если бы Сказали, что Очень хорошо знаю Путина Я не думаю, что есть Много людей Которые очень хорошо знают Путина Ну, мне Приходилось Несколько раз И встречаться И говорить с ним Что, конечно Мне помогало Создавать Мое личное мнение О этом Лидере государства Ну, я думаю Что сегодня Политика Политика России Политика, которая Олицетворяет Путин Она стала Более жесткая Более консервативная Когда я был послом Тогда бы Еще бы Как бы Аналитики Оценивали Оценивали Две группы Влияния На Президента Экономистов И силовиков Ну, сегодня Я бы сказал Осталась только Одна группа Влияния Силовиков? Да Я бы так сказал А почему Это произошло? Ну, трудно сказать Ну, я думаю Что здесь Должен быть Очень Глубокий Анализ Почему Произошли Такие Процессы Ну, потому Что Власть Вертикаль Власти Требует Укрепления И это Вертикаль С годами Все больше И больше Укрепляется Ну, а Оно может Укрепляться Только с помощью Силовиков Если коротко Ну, конечно Это Достаточно Только Короткая Короткая Оценка Я думаю Для Внутри Политических Процессов Было бы Необходим Более Широкий Глубокий Анализ Ну, наверное Для этого У нас Вряд ли Есть время Господин Текменис Говоря О внутренних Политических Процессах В тех Странах В которых У вас Была служба Конкретно Касательно Великобритании Вы Заканчивали Свою работу В Великобритании Вот Конец Вашей работы Там Пришелся Как раз На Референдум О выходе Из Евросоюза На Брекзит Как вы Видите Последствия Брекзита И сам Брекзит Для латвийцев Проживающих В Великобритании Ну я думаю Этот вопрос Как раз Очень регулярно Был поднят И нашим Министром Ренкевичем При встречах И с его Коллегами Из Лондона И министрами Иностранных дел И Другими Министрами И парламентариями Для нас Этот вопрос Очень важен Чтобы Те Наши Сограждане Которые Поживают В Великобритании Как бы Не Оказались В Непредсказуемом Положение В отношении Их прав Пребывания И социальных Прав Я думаю Что сегодня Есть еще Очень-очень Много вопросов По Брекситу И В самой В Великобритании Идет достаточно Острая Внутриполитическая Дискуссия О Брексите Как таковом И Есть Достаточно Сильная Оппозиция Выхода Великобритании Из Евросоюза И Есть Инициатива По Проведению Следующего Референдума Ну конечно Британское Привительство Усердно Работает Стараясь Найти Решение Ну В том числе И Осозная Что К моменту Выхода В следующем Марте Может Оказаться И Не будет Никакого Решения И никакого Соглашения С Евросоюзом Что конечно Ну Я бы сказал Не в пользу Британии Эта ситуация Послужит Ну Еще Время Есть Я думаю Переговоры Идут Достаточно Активно Но Как Как Найти Решение По Очень Сложным Вопросам И Свободной Торговли И Свободного Перемещения Товаров И Услуг И Вопросам Таможенного Союза Вопросам Режимов Торговли С третьими Странами Вопросов Очень Важный Вопрос Пока Не решен Вопрос Границы В Ирландии Между Северной Ирландией И Республикой Ирландия Эти вопросы Требуют Решения На них Пока что Ответы Не даны Ну Посмотрим Как это Эти все Переговоры Закончатся Во всяком Случа Наши Интересы Мы это Достаточно Четко Озвучили Интересы Чтобы не Потерпели Те наши Латвийские Сограждане Которые Проживают Великобритании Своим Тейгваниц Ну вот У нас Время Истекает Ваша Должность Наверное Здесь Последний Вопрос Уже Ваша Должность Такая Одна из Самых Почетных Ступенек В дипломатии Вам не поступали Предложения Допустим Следующим Шагом Занять Например Президентский Пост В Латвии Я думаю Что Мой Мой Срок Еще Я как Раз Поро Почу Что У меня Тоже Минтерн У меня Тоже Половина Моего Срока Пребывания И работы Соединенных Штатов Я здесь Два Года Еще Два Года Мне Работать И я Очень Охотно Работаю На этом Очень Ответственном Посту Америка Огромная Страна Америка Очень Интересная Страна И здесь Я бы Сказал Что Все-таки Работа В Америке Это Самое Самое Интенсивное Даже Если Сравнить И с Другими Большими Государствами Где Мне Приходилось Работать Россия Германия Великобритания Здесь действительно Работы Хватает Это Та работа Которая Мне Самому Очень Нравится Я ее Очень охотно И делаю Работа В дипломатии Порой Конечно Сложна Но И в дипломатии Можно Увидеть Очень Реальные Результаты Твоей Работы Что Конечно Дает И Позитивных Чувств О своих Результатах Так что Я охотно Продолжаю Здесь Работать И буду Продолжать Работать В политике Последний раз Участвовал Лет 25 назад Что тоже Для меня Было Очень Интересным И прекрасным Опытом Но это было Совершенно Другое Время Так что Будучи Дипломатом Будучи Непартийным Что В общем Для дипломата Не самое Худшее Моей Жизни Пока Не приходилось Быть Не в одной Из Партий Я думаю Что Дипломату Это Как раз Помогает А здесь Конечно Я чувствую Что Могу Много Сделать Для своего Государства Для своей Родины И поэтому Я Охотно Продолжаю Работать В качестве Дипломата Но это Слухи Что Вам Предлагали Такую Возможность Я Я Столько Много Слухов Считаю Слышал Перед Выборами Я думаю Что Слухов Много И будут Еще И больше Ну Для этого И выборы Хотя Не все Не все Которые Что я вижу Или Слышу В рамках Предвыборной Дискуссии Меня Удовлетворяет Я думаю Что Опять же Эта Предвыборная Компания Не Самая Не самая Чистая Она Очень Агрессивная Ну Такие Уж Наши Выборы Мы Подождем Результаты Спасибо Андрей Стейкман Посол Латвии В США Из Вашингтона В программе Абонент Доступен Спасибо Хорошего Вам дня До свидания До свидания Вели программу Полина Шилина Наталья Михайлова И помогал нам Звукорежиссер Родион Золотарев Спасибо Всем Кто слушал До свидания Внимание Всех пассажиров Желающих приобрести Авиабилеты на полеты В течение следующих Восьми месяцев По самым лучшим ценам Просим пройти на AirBaltic.com Для большой распродажи Непревзойденно низкие цены На полеты в более Семидесяти направлений В Европе И за ее пределами Выбор за вами Большая распродажа На полеты до мая Две тысячи девятнадцатого Года Заканчивается Одиннадцатого Сентября Благодарим за внимание И хорошего Полета с AirBaltic Уф Еще один раздроблен Если тебя мучает Быстрый кредит Не продлевай его Раздроби И реши Зайди на ВВВ Кредит Бревиба ЛВ Помните Занимайте ответственно Объективно оценивай Необходимость Получения кредита И возможность Его погашения Главное Светское Событие Года Второй Балтийский Благотворительный Бал Более трехсот Гостей Из разных стран Звезды мировой оперы и балета Симфонические и джазовые оркестры Торжественный выход дебютантов Изысканный ужин Вальсы и пойки Танго и фокстроты Румбы и ча-ча-ча До самого утра Ведущие Илзелепа И Андрей Ижагаз Приглашаем всех На самый грандиозный Балл года 22 сентября Дворец Земельблазма Билеты на сайте www.balticbal.lv Читая с удовольствием Весь год Началась подписка 2019 По специальной цене На ваши любимые Еженедельники Вести Суббота 7 секретов Призы и подарки Вас Продолжение